В североказахстанских больницах дополнительно установят аппараты ИВЛ. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов. По его словам, поставки ожидаются к концу месяца. Он также отметил, что неделю назад было закуплено 25 портативных приборов искусственной вентиляции легких для автомашин скорой помощи. И в рамках лизинга в этом году будут приобретены 18 реанимобилей. В последнее время в регионе резко возросло количество вызовов по острым респираторным заболеваниям. В среднем за сутки неотложки выезжают на 660 адресов. Нагрузку на одну бригаду медиков увеличилось вдвое. Зарегистрировано около полутора тысяч случаев заражения коронавирусом. Из местного бюджета выделено еще дополнительно 400 миллионов тенге. Мы закупаем 20 аппаратов ИВЛ, которые будут поставлены до конца июля месяца. Также отрабатываем с Министерством здравоохранения, чтобы ранее заявленные 38 аппаратов ИВЛ были отгружены нам пораньше. Согласно договору, это был декабрь месяц, мы теперь отрабатываем, чтобы это был сентябрь месяц. Глава Минздрава Алексей Цуй заверил, что препараты в страну будут доставлять быстрее. В Казахстане упростили процедуру ввоза медикаментов. Уже подписаны необходимые нормативные документы. Ведомстве заверили, что в ближайшее время лекарственные средства поступят в оптовые компании, а далее в аптеки страны. Отметим, что 87% препаратов поступят в Казахстан из-за рубежа. Сбербанк снизил ставки по ипотеке на полпроцентного пункта, говорится в релизе кредитной организации. Напомним, что до этого кредитная организация уже снижала ставки по основным ипотечным программам. В мае снижение составило 0,8% пункта. А в июне Сбербанк понизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%. Ранее заместитель председателя правительства России Мурат Хунсулин рассказал, что российские банки приняли почти 260 тысяч заявок на ипотеку под 6,5% годовых с момента запуска программы. Это порядка 150 миллиардов рублей. Прирост составил больше 916 миллионов долларов. Основным фактором пополнения золотовалютных резервов стало поступление средств от еврооблигаций, размещенных Министерством финансов. Кроме того, в июне отмечается рост стоимости монетарного золота. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики Белоруссии, объем международных резервных активов на конец года должен составить не менее 7,5 миллиардов долларов. Эксперты рассказали, какие изменения ждут рынок арендного жилья в российской столице. Владельцам придется пойти на уступки, чтобы привлечь арендаторов. К концу лета арендная плата за квартиры в Москве может снизиться на 5-9%. В данный момент большинство столичных квартиросъемщиков ожидает скидку от 10% и выше. Владельцы жилья, в свою очередь, готовы немного подвинуться в цене до осени. Лишь каждый 20-й арендодатель готов снизить размер оплаты за квартиру на длительный срок. Большая часть собственников квартир рассчитывают на восстановление спроса по прежним ценам в сентябре. В апреле стоимость арендных квартир в крупных городах России упала на 10%. Эксперты прогнозировали дальнейшее снижение цен на 15% до конца лета. В конце июня эксперты рынка недвижимости отметили, что цены на квартиры в Москве существенно снизились. Минимальная стоимость за месяц проживания опустилась до 16 тысяч рублей. Из-за эпидемии коронавируса безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой депрессии. Вернуться к докризисному показателю удастся лишь не раньше 2022 года. Такой прогноз содержится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития. По словам экспертов, даже если ситуация будет развиваться по наиболее оптимистичному сценарию, уровень безработицы к концу текущего года вырастет сразу на 4 пункта и превысит отметку в 9%. Ну а в худшем случае этот показатель составит 12,6%. Причем эти цифры вовсе не отражают тех трудностей, с которыми столкнутся сотни тысяч и даже миллионы людей на рынках труда в странах ОСР. Наиболее существенный рост безработицы будет наблюдаться в США. Да, что же касается Европы, то это в первую очередь такие страны, как Франция, Италия, Испания. Иными словами, страны, наиболее сильно пострадавшие от COVID-19. В отличие от предыдущих кризисов, женщины в настоящее время в большей степени затронуты безработицей, чем мужское население. Исключение составляет, что лишь медицинская отрасль, поскольку две трети медицинских работников в мире женщины, включая 85% медсестер и акушерок. Помимо женщин, вторая наиболее уязвимая группа – это молодежь. Особенно выпускники вузов, которые в ближайшие месяцы рискуют столкнуться с огромными трудностями по поиску работы. Пандемия свела на нет весь прогресс, достигнутый на рынке труда за последние десятилетия. Наиболее существенный рост безработицы будет наблюдаться в США. Что же касается Европы, то это в первую очередь такие страны, как Франция, Италия, Испания, Греция. Иными словами, государство наиболее сильно пострадавшее от COVID-19. Евросоюз предупредил, что рецессия в нем будет еще глубже, чем ожидалось весной, и снизил прогноз экономического роста на 2020 год. Предыдущие расчеты не предполагали того, что карантинные меры будут отменяться столь медленно и постепенно. В летнем прогнозе Еврокомиссии говорится, что ВВП еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021. Экономика Евросоюза сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021. Таким образом, спад будет значительно сильнее ожидавшихся минус 7,7% для зоны евро и минус 7,4% для Евросоюза в целом. Рост в 2021 году также будет несколько менее устойчивым, чем прогнозировалось весной. Еврокомиссар по экономике отметил, что больше всех пострадают его родная Италия, а также Испания и Франция. Предложенный Еврокомиссии план восстановления предусматривает помощь всем странам, независимо от того, как они пострадали от пандемии. Но Брюссель старается подтягивать отстающие к богатым, выравнивает по Евросоюзу показатели благосостояния. Поэтому Еврокомиссары беспокоят то, что некоторые страны справляются с кризисом хуже других. Неопределенность отстаётся – главная проблема для Брюсселя. Прогнозы не учитывают возможность второй волны коронавируса. Но Еврокомиссар считает главным оружием против него европейское сотрудничество. «В европейской семье недопустима идея о том, что эти расхождения консолидируются и сохранятся в будущем. Потому что это создаст проблемы для нашего единого рынка и для прочности еврозоны. Я не оптимист и не пессимист. Я уверен в том, что все главы государств и правительств осознают необходимость общей европейской реакции. Я знаю, что обсуждение плана восстановления будет нелёгким. Но я совершенно уверен в том, что мы достигнем соглашения до летней паузы». Франция не будет вводить запрет на использование оборудования Huawei для развертывания сети 5G. Но при выборе поставщика власти будут отдавать приоритет другим компаниям. Об этом сообщил глава французского управления по кибербезопасности. В Пекине полагают, что такое избирательное отношение к Huawei есть не что иное, как проявление недобросовестной конкуренции со стороны Франции. Впрочем, после того, как в мае США ввели санкции против Huawei, многие страны Европы стали с опаской смотреть на китайскую корпорацию. Так, в СМИ просочился доклад британской разведки, авторы которого прямо указывают на риски и не рекомендуют использовать китайское оборудование на военных объектах, атомных электростанциях и других чувствительных отраслях в Соединённом Королевстве. Не исключено, что в ближайшие недели Лондон пересмотрит свои планы на сотрудничество с Huawei, несмотря на то, что еще в январе заявлял о готовности пустить компанию из Поднебесной на британский рынок с целью развития сети 5G. Как отмечают эксперты, решающую роль в этом вопросе играют давление со стороны США. Уже больше года Huawei находится в американском черном списке из-за обвинений в возможной слежке за клиентами и сотрудничестве со спецслужбами КНР. Обведенные Вашингтоном санкции фактически направлены на то, чтобы лишить доступа к полупроводникам, необходимым для производства телекоммуникационного оборудования и развития 5G. Уже больше года Huawei находится в американском черном списке. Обведенные Вашингтоном санкции фактически направлены на то, чтобы лишить компанию доступа к полупроводникам, необходимым для производства телекоммуникационного оборудования и развития сетей пятого поколения. Субтитры создавал DimaTorzok